Вести ФМ Первые о главном Военный госпиталь имени Вишневского И вручил награды участникам СОО Среди награжденных Командир роты, старший лейтенант Юрий Жуланов Получивший звезду героя Несмотря на ранения Он помог выйти из окружения своим товарищам Именно ему Путин ранее звонил по телефону И интересовался тем, что произошло Как себя чувствуете? Уже получше отходите От боевой обстановки? Юрьевич, мы с вами Разговаривали сразу После того, как вы прибыли в госпиталь Сразу с поля боя Это сколько было? Ночью было поздно, в 11-12 ночи Полтведь Несмотря на то, что с ранениями Прямо с поля боя Разговаривали достаточно уверенно И таким бодром голосом Это сослуживцы, да? Так точно Когда я с Юрием разговариваю Я говорю, Юрий Юрьевич Мне сообщили, что такой-то военнослужащий Воевал мужественно, героически И, к сожалению, я получил тяжелое ранение И погиб Он говорит Товарищ Юрьевич, я жив Я говорю, да я теперь понимаю, что жив Ну, вроде тебя товарищи вынесли С поля боя Я говорю, нет Я сам выходил Еще помогал солдатам Так и было Как же вы с ранением Двойным ранением? Изначально у меня было пулевое Когда выходили И при эвакуации Я уже получил второе осколочное А с пулевым, да Ну, с пули в ноге Входил, передвигался Перевязывался жгутом, да? Нет, не перевязывался Потому что не было времени Жгуты Все мы ранены Все мы раздали Была ситуация Требующая решения Принять решение И необходимо было управлять И принимать какие-то решения Что, собственно, я принял решение Выводить На другой церемонии Уже в Кремле Отчаствовали деятели науки и культуры Владимир Путин сказал Что День России Знаменует неразрывность Многовековой истории Величие и слава Отечества Этот государственный праздник Знаменует неразрывность Многовековой истории Величие и славу Отечества Утверждает единство Нашего многонационального народа Нашу преданность своей стране Теплое, душевное отношение К любимой Родине Такие пронзительные чувства Трудно передать словами Но они понятны и близки К каждому из нас Сегодня В непростое для России время Они еще больше Крепче объединяют наше общество Служат надежной опорой Нашим героям Участникам специальной военной операции Патриотизм Ответственность за судьбу Отчизны Завещаны нам предками Которые достигли поистине Грандиозных трудовых и ратных побед Сейчас мы особенно остро осознаем Что значит их свершение Их неизменная сплоченность Твердая решимость Вставать на защиту родной земли Работать ради общего блага И процветания Отечества Для нас это наследие священно На церемонии в Кремле Владимир Путин заявил Что не понимает причин Несения украинскими войсками Ударов по жилым районам И гуманитарным объектам Это не имеет военного смысла Зачем, прямо скажем Противник бьет по жилым кварталам Ну как, никак не Ради чего, зачем В чем смысл И по явно гуманитарным объектам Это удивительно Смысла нет никакого Какой смысл в этом Военного смысла нет никакого Нулевой Между тем, обстрелы Донецка Со стороны ВСУ не прекращаются И вновь есть погибшие и раненые Репортаж Станислава Васильченко В очередной раз Вооруженные формирования Украины Повели себя как настоящие террористы Подло, в самый разгар дня Открыли огонь по гражданским В этот раз обстреляли Железнодорожный вокзал Донецка Точнее его привокзальную площадь Это место, где постоянно находится Много людей Стоит отметить, что на территории Вокзала есть и небольшой рынок Там же и небольшие торговые павильоны Кафе И вот ракета, которая упала В нескольких метрах от них Взорвалась настолько сильно Что все эти павильоны Остались без остекления Осколки разлетелись По всей территории вокзала И, к сожалению, привели к тому Что есть раненые Вот по словам очевидцев И, к сожалению, одна девушка погибла Она находилась как раз В одном из кафе И очевидцы, которые находились с ней Там же сообщают, что осколок Попал ей прямо в грудную клетку То есть девушка скончалась Практически мгновенно Предлагаю послушать комментарии очевидцев Сначала грохотнуло все Уши забило Потом посыпались осколки Они как раз Девочка вот здесь была На этом месте С ней еще кто-то был? Их было четверо Было две девочки Двое ребят И маленький двухлетний ребенок Это ее ребенок Удар по вокзалу Украинские националисты Нанесли в День России Конечно, в Донецке Никаких праздничных мероприятий Не проводятся в целях безопасности Люди стараются не собираться В одном месте Опять же, чтобы не попасть Под случайные обстрелы Со стороны вооруженных формирований Украины И тем не менее Украинские террористы Все же нашли Одно из самых оживленных мест Донецк Этот вокзал И нанесли по нему удар На месте очередного военного преступления Украины Сейчас работают Сотрудники Следственного комитета России Предлагаю послушать их комментарии Предположительно Это РСЗО Натоцкого образца Было одно попадание Вблизи ЖД вокзала В Киевском районе Город Донецка В магазине Находилась девушка Она В связи с осколочным ранением Погибла Осколки И фрагменты от снаряда Будут изъяты Для направления На экспертизу Для уточнения Конкретного типа И вида снаряда Пораженное формирование Зеленского По-прежнему ведут В войну с гражданским Населением Донбасса С людьми, которые выбрали Россию А не Киевский режим С его нацистской политикой Однако Такими методами Вот такими обстрелами Ни Донбасс Ни всю Россию Мы уверены Не запугать И каждый, кто Не бросил свою родину И стал на ее защиту Знает, что победа В любом случае Будет за Россией Спасибо за репортаж Станислава Васильченко Владимир Путин Поделился, что Смерть Сильвио Берлускони Стала для него Большим горем Поскольку из жизни Ушел настоящий друг И дорогой человек Самого известного Политика Италии Не стало в понедельник Ему было 86 лет Безусловно Это был политик Европейского Можно сказать И мирового масштаба Таких людей Сейчас на международной Арене Немного Он был большим другом Нашего народа И многое сделал Для того, чтобы Сложились Деловые Дружеские отношения Между Россией И европейскими странами Он был инициатором Развития отношений Между Россией И Североатлантическим Альянсом Именно при его участии Были созданы Соответствующие механизмы Взаимодействия И по его инициативе Но прежде всего Это был, конечно Итальянский политик Для политика Он был человеком Необычным Потому что был Очень искренним И открытым И имел Такую привилегию Которые не имеют Политики Такого масштаба А привилегия Заключалась в том Что он говорил То, что думал Очень жаль Я хочу выразить Слова искреннего Сожаления И соболезнования Итальянскому народу И всем близким Господином Берлускони Это большая утрата Не только для Италии Но и для мировой политики Эффективным Но неоднозначным Политиком Назвал Сильвио Берлускони Главный редактор Журнала Россия в глобальной политике Председатель Президиума Совета по внешней Оборонной политике Научный директор Международного Дискуссионного клуба Валдай Федор Лукьянов Берлускони Безусловно Очень своеобразный Неоднозначный И действительно Очень яркий Политик Насчет Исторической Необходимости Возглавить Но тут Конечно Можно спорить В некотором Смысле Он стал Премьером И вот такой Доминирующей фигурой На политической сцене Случайно После холодной войны Когда Стало Понятно Что Все изменилось И абсолютно Прогнившая Коррумпированная Политическая система После военной Италии Нуждается в обновлении Вот там была Знаменитая операция Чистые руки В результате Которые Действительно Прежнюю монополию Двух партий На власть Который действовал Десятилетиями Уничтожили Но К неожиданности Тех Кто это все Затевал Пришли Не какие-то Другие силы Системные А возник Вот этот Человек Который В общем-то На символ Очищенной И Новой Такой Светлой Итальянской Политики Никак Похож Не был Бизнесмен Тоже С очень мутным Прошлым Всякими Связями Но Берлускони Оказался Очень эффективным Политиком И эффективным Премьером На самом деле Бесконечные Скандалы Которые Его окружали Отчасти Раздутые Отчасти Реальные Они не помешали Ему довольно много Сделали Для Италии И Конечно Постепенно Время его уходило Потому что Он такой Жизнелюбивый Циник Который Считал Что обо всем Можно договориться По понятиям Когда-то Это работало Когда-то Нет Скажем В вопросе Отношений С Россией Он искренне Хотел Разменять Интересы И связать Нас навсегда Но не получилось Я думаю Что не могло Получиться Но в целом Он олицетворял На самом деле Очень Как ни странно Это прозвучит Очень светлый Период Больших надежд В том числе И в Италии И в Европе Ну и Время Это к сожалению Прошло И Берлускони Ушел Увидев Как в общем Все это закончилось Об отношении Особом отношении Сильвио Берлускони К России Я знаю Что он Приезжал Несколько раз В том числе И уже В качестве Бывшего Премьер-министра В конце июня 15-го года Встречался С Владимиром Путиным И говорил Он После начала Специальной Военной операции Что жалеет Что некоторые Европейские лидеры Байкотировали Его попытки Привезти Россию Как он сказал В лагерь Запада И по ему мнению Если бы это произошло То ситуация в Европе Сегодня была бы другой И Берлускони Считал Что конфликт На Украине Показал Несколько Изолированность России От Запада А сколько Самого Запада От остального мира Вот такая позиция У него была Ну Берлускони Действительно Был уверен Что если правильно Поговорить По интересам Договориться То все будет хорошо И действительно Он мог бы Привезти Россию В лагерь Запада Я думаю Что это не так Это сильное упрощение И такого быть не могло Но он Он этого хотел И он нашел В лице Путина Очень такого Заинтересованного И понимающего Собеседника Путин ведь тоже Довольно долго Надеялся на то Что можно Убедить европейцев Что разумный подход К интересам Он очень многие Вопросы решит Ну сказать Что он любил Россию В Берлусконе Я думаю Что Он очень любил Красивых женщин Всю жизнь И в изобилии Я об особом отношении Да Да А это что Не особое что ли Ну да Россия Страна известная Этим Он это не скрывал И говорил И плюс конечно Он нашел Очень хорошее Взаимопонимание С Путиным Потому что И тот и другой В общем Против лицемерия И против Вот этой всей Гигантской толщи Так называемой Политкорректности Которая похоронила Очень многие Правильные Необходимые вещи Берлусконе В Европе За это все пинали Ну и А вот Путин Как раз Он очень хорошо Понимает Всю эту Дрянь Вот Но Этого не хватило И кроме того И даже при Берлусконе И даже при таких политиках Как Шрёдер Вот Ширак Собственно Одно время было Но оказалось Что Европа Все таки Не способна Принимать Какие-то Серьезные решения Не потому что Америка давит А потому что Они сами Так сказать Слишком запутались В своих внутренних Отношениях В делах Наверное Наверное Не так уж И хотели Даже Вот они Они не считали Это таким уж Важным Ну а потом Уже все пошло К сожалению Все покатилось Под гору И Берлускон Я думаю Понимал Действительно Ту долю Ответственности Которую Запад несет Но это уже Было К сожалению Поздно Рассказывал Главный редактор Журнала Россия В глобальной Политике Федор Лукьянов Вести ФМ Евросоюз Рассматривает Возможность Задействования Украинских Подземных Хранилищ Газа Для обеспечения Нужд ЕС Пишет Агентство Блумберг Лидеры Европейских Стран Напасаются Что следующая Зима Не будет Столь мягкой Как предыдущая В связи с чем Им придется останавливать Промышленные Производства Чтобы предотвратить Это странное Сообщество Старается Запастись Максимальными Объемами Голубого Топлива Сейчас Европейские Хранилища Заполнены Уже на 70% А при текущих Темпах Накопления Газа Их объемы Полностью Будут заняты Уже к началу Сентября Чтобы продолжать Накопление Газа на зиму Некоторые Чиновники И представители Бизнеса ЕС Начали рассматривать Возможность Использования Украинских Подземных Хранилищ Причем Эта идея Находит все больше И больше сторонников Утверждает Блумберг Своим мнением С моей коллегой Екатериной Косинец Поделился Ведущий Аналитик Фонда Национальной Энергетической Безопасности Эксперт Финансового Университета При правительстве Игорь Юшков Если Здесь Опустить Политическую Составляющую В том смысле Что размещение Газа Предназначенного Что дает Украинскому режиму Бесконечные Возможности Для всяческих Провокаций Экономическая Оправданность Здесь Присутствует Действительно ли Не хватает Хранилищ Ну Европейцам Хранилищ Хватает В том-то и дело Что Даже при Стандартной Зиме Не такой теплой Как была Им в общем-то Достаточно Газа Чтобы пройти Нормально Отопительный сезон При том Что они Сократили Объем употребления Газа Примерно На 60 Миллиардов Кубок за год За 22-й год И сейчас Это сокращение Дальше происходит По мере того Как европейская Экономика Уходит в рецессию У них уже Два квартала Подряд И в Германии И во всем Евросоюзе В целом Рецессия Снижение Экономики То газу Нужно все Меньше и меньше И в этом плане Как бы собственно Хранились Даже с учетом Сокращения Поставок газа Из России В общем-то Для них Достаточно И плюс Кому-то Важно учитывать Что они И так это могут Делать в любой момент Использовать Украинские ПХГ И европейские компании Часть из них Это делали Они в предыдущие годы Закупали газ Опять же У Газпрома Когда тошал транзитом Через Украину И он просто Закачивался В украинские ПХГ Не доходя До Европы Тут риск для них Заключается в том Что Украина В случае Если у них У самих Будет что за них Хватать Энергии Газа И прочего Они легко Могут сказать Что вот С сегодняшнего дня Мы прекращаем Выпуск Можно сказать Газа за рубеж И они так делали В предыдущие годы Правда Это касалось Пока только Собственной добычи Потому что Многие компании Украинские продавали Просто добывая у себя Газ В Европу Украина Добывает примерно Около 20 миллиардов кубов Вот по крайней мере Раньше добывал Потом перестал Опубликовать данные И вот часть этого газа Они просто продавали Потому что в Европе дороже И когда у них был дефицит Они запретили И нет никаких гарантий Что они просто В какой-то момент Могут сказать Да Вы конечно молодцы Все европейцы закачали К нам в подземное хранилище Но мы Для удовлетворения Внутреннего спроса Запрещаем Этот газ Вывозить за границу Мы вам безусловно Его отдадим Мы его не национализируем Но отдадим летом А естественно Тут дорогая ложка к обеду И летом Он европейцам Не нужен будет И опять же Экономически Целесообразно Использовать Украинские ПХГ Только если Европа уверена В том Что Становится полностью Поставка из России И через Украину И через турецкий поток И вот этих ежесуточных Объемов поставки Из России Которые еще сейчас идут Вот вместо них Как бы доставать Из-под земли Вот из Украины Газ Взамен Как бы российским Текущим поставкам Чтобы пройти Вот именно ежесуточно Объемы потребления Удовлетворить Свои Которые бывают У них зимой Вот тогда Да Если ты уверен Что из России Не будет И вот на год По крайней мере На один отопительный сезон Ты можешь таким образом Как бы проскочить А дальше просто Встанет вопрос Откуда брать газ Чтобы в украинские ПХГ закачать Потому что Любой другой источник Кроме России Это будет Весьма Не Привлекательно Экономически То есть Надо будет Доставлять В Турцию На их регистрационные терминалы Вот СПГ-танкеры Потом оттуда Качать Через Болгарию Румынию Молдавию Потом Доходить До Украинских ПХГ То есть Это дорого До новых встреч Продолжение следует...